По данным The Asian Age, группа исламских ученых Бангладеш потребовала прекратить преследование уйгурских мусульман в оккупированном Китаем в Восточном Туркестане. Описывая репрессии против уйгурских мусульман как серьезное нарушение прав человека, ученые решительно протестовали против преследования мусульман в Восточном Туркестане на митинги, протесты и дискуссии в Джоксбазаре 14 июля. Выступающим также отказали во въезде правозащитникам, журналистам и представителям ООН Синьцзяни, заявив, что китайское правительство совершило там плохие действия. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Китай не смог решить проблему недобросовестной торговой практики, которая привела к тому, что США ввели повышение тарифов и что у них есть хорошие шансы контролировать инвестиции в Китай. Местонахождение министра иностранных дел Китая Циньгана, который не появлялся на публике более трех недель, стало предметом любопытства. Как бывший посол в Вашингтоне, Циньган, как ожидалось, сыграет ключевую роль в серии визитов на высоком уровне официальных лиц США. Но последним его появлением на камеру была встреча со своим шри-ланкийским коллегой в Пекине 25 июня. По итогам встреч делегаций во главе с президентом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом между двумя странами было подписано пять соглашений. В рамках соглашения было объявлено, что Саудовская Аравия закупит у Турции беспилотные летательные аппараты АКНЖ производства компании Байкар. Ассоциация полупроводниковой промышленности призвала администрацию США избегать дальнейших ограничений на продажу чипов в Китае.